Итак, тема лекции «Познание и творчество». И сегодня мы больше поговорим о познании, познании как проблема философии, вопрос о принципиальной познаваемости мира, истинные заблуждения. Итак, гносиология, познание вообще и эпистемология, научное познание. Основной вопрос к гносиологии «Познаваем ли мир?» Реальное содержание можно сформулировать, задав следующий вопрос. В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир? Вообще, можем ли мы в наших представлениях и понятиях давать верное отражение действительности? Человек познаёт объективную реальность не непосредственно, а через ощущения. И вот на основе вот этих ощущений человек формирует комплекс своего восприятия. То есть в гносиологическом реализме предполагается, что мир, который мы воспринимаем, то есть мир воспринимаемых нами явлений, в достаточной мере соответствует объективной реальность. Это гносиологический реализм, или его ещё называют оптимизм. То есть этого достаточно для того, чтобы человек мог познать реальность посредством вот своих восприятий. Агностицизм. Направление, которое исходит из того, что мир воспринимаемых явлений принципиально не соответствует объективной реальность. И эта реальность таким образом становится непознаваемой. Ну, если говорить об аргументах агностицизма, то выделим два основных. Первое. Процесс и результаты познания отягощены неустранимым субъективизмом. То есть мы познаём явления мира и выражаем своё знание о них человеческим способом. То есть в соответствии со своими познавательными способностями, которые могут быть ограничены. Эммануил Кант, немецкий философ-идеалист, различал вещь в себе, то, как вещи существуют реально, и вещь для нас, то, как мы её воспринимаем. Кант – агностика. И второе. Существуют явления, которые не могут войти в опыт субъекта. Субъекты – это мы с вами. И к ним Кант относит, например, бессмертие, бесконечность. Вообще список этих запредельных для опыта явлений, конечно, огромен. Это и возникновение жизни, и возникновение, и вообще вся история человечества. Что можно сказать в защиту агностицизма? Да, человек воспринимает мир всего пятью органами чувств. Мы не знаем, каков мир на самом деле. Ведь мы воспринимаем его, основываясь только на ощущение своих пяти органов, органов восприятия. Античная философия всячески подчёркивала роль предела, роль конечного в познании. Предел, определяющий, дающий смысл завершённость вещи. Вот, что такое предел. Вопрос о познаваемости мира – это не просто вопрос о том, познаваем ли мир вообще. Это прежде всего вопрос, о каком мире идёт речь. Это мир наших собственных знаний, наших собственных впечатлений? Или это действительный мир? Это мир, который существует независимо от наших знаний. И если мы чего-то не знаем, то это не означает, что этого чего-то не существует. Материалисты всех времён так или иначе рассматривают процесс познания как отражение, в котором знание не предшествует от век. Оно рождается, творится заново, человеком, именно в процессе познания. Человек познаёт незнание. Он познаёт внешний мир, материю, то есть то, что само по себе знанием не является. И вот эта точка зрения, то бишь отражение, как раз отличает материализм от идеализма в вопросах познания. Познавательная деятельность человека возможна в силу того, что он обладает определённым механизмом отражения реальности. И мы этот механизм называем познавательными способностями. И этот механизм, эти способности возникли и как в результате биологической, так и в результате социальной эволюции человека. Биологическая — это вот наша чувственная способность. социальная — это вот наше абстрактное мышление. Конкретное чувственное познание, то бишь биологическое, основано на чувственном отражении, которое присуще животному миру, но в человеке развивается довольно специфически. то есть наши органы чув специально приспособлены к восприятию, специально приспособлены для того, чтобы человек ориентировался и действовал в макром мире и есть области, которые недоступны чувственному познанию. Если говорить о чувственном познании, то мы можем выделить три формы. Это ощущение, это восприятие и это представление. Рациональное познание, то есть вот то самое абстрактное мышление возникает в процессе коммуникации, в процессе общения человека, в процессе формирования общества и возникает в одном комплексе с языком и с мышлением. И мы выделяем три формы вот этого абстрактного мысленного отражения. понятие, это суждение и это умозаключение. Основной проблемой теории познания является проблема достижения истины. то есть основным вопросом гносеологии является вопрос что есть истина. Если взять этимологию этого термина, то слово истина происходит от от слова истина происходит от того же корня что и бытие. То есть вот взять понимание данного слова, то есть истина это то, что есть, и бытие это то, что есть. Или можно сказать то мыслимое и ощущаемое, что соответствует действительно существующему. вот такое классическое определение истины. То есть если упростить эту формулу, то истина это соответствие мысли о предмете предмету мысли. Долгое время поисками истины руководил принцип тождества бытия и мышления. И впервые этот принцип был сформулирован парменида. Вам это имя уже должно быть знакомо из предыдущих лекций. И формулировка парменида звучит следующим образом. Что мыслимо, то и есть. Что есть, то и мыслимо. и Гегель развивает вот эту фразу парменида определенным образом. То есть все действительно и разумно, все разумно и действительно. Этот принцип требует точного соответствия мысли и реальности. то есть этим вопросом занимается философский идеализм. В современной философии ставится проблема адекватности познания. Проблема адекватности познания. То есть относительности его форм так называемых, то есть диалектическое противоречие, не тождество, а противоречие между бытием и мышлением. И существует несколько концепций истины. Если говорить коротко, то это концепция онтологической истины и вот это то, о чем говорил парменид, она развивается с объективным идеализмом, особенно в учениях Сократа и Платона. И у них, у этих философов античных истина понимается как существующее вне человеческого сознания. Это некая идеальная сущность. Напомню, что у Платона любые знания это воспоминания. И существует мир идей, идеальный мир, где и находится истина. Для Гегеля абсолютная идея и есть сама истина. То есть истина для них приравнивается к субстанции, к истинному бытию. следующая группа или следующий пласт корреспондентская или классическая концепция истины. И родоначальником этого направления был Аристотель, ученик Платона. Помните фразу «Платон мне друг, но истина дороже». Итак, Аристотель утверждает, что истина это соответствие мысли о предмете самому предмету мысли. То есть Аристотель убежден, что сам объект не зависит от мысли о нем. Ну, при всей правильности определения истины, данной Аристотелем, все же Аристотель делает это определение такое довольно абстрактное и неопределенное. То есть как следует понимать соответствие между мыслью о предмете и предметом мысли. Материалисты нового времени в своем понимании проблемы истины в общем и в целом следовали Аристотелю. Так теория познания Спинозы определяется его убеждением, что порядок и связь идей повторяют порядок и связь вещей. Ну и далее марксистская концепция, концепция истины в марксистской философии как раз выражалась в учении Ленина та самая объективная истина. То есть такое содержание человеческих знаний, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Далее. еще одна концепция называется когерентная и здесь истина понимается как согласие мышления с самим собой, то есть такая вот логическая непротиворечивость мышления. И еще одна концепция сенсуалистическая, то есть истина это соответствие мышления субъекта и его ощущения. и это основные концепции, но здесь еще можно добавить априористская концепция. Вот мы с вами говорили о Канте, истина понимается как согласие мышления с его априорными формами, доопытными. То есть Кант говорил, что существуют некие априории, то, что существует вне опыта и не требует доказательств. Мы используем это слово априори. Напомню, что Кант агностик и мир согласно Канту не познаваем, поскольку существует вот это понятие вещь в себе. Многие материалисты говорили, что истинное это отражение и давали параллель, провалили параллель между истиной и бытием. Идеалисты напротив развивают учение об истине как активном процессе и вообще здесь возникает вопрос, существует ли абсолютная истина. если истина это результат познавательной активности человека, если это процесс и то, что вчера было истиной, возможно, сегодня истиной не является, ведь долгое время считалось истинно, что земля плоская, сейчас истинно является, что земля круглая, долгое время считалось, что солнце вертится вокруг земли и это было истиной, пока не стало истиной ровно наоборот. Поэтому процесс движения от знания приблизительного, ограниченного к знанию точному к полному вот как раз таки и заставляет нас говорить о том, что такое относительное, что такое абсолютно истинное. И поэтому мы говорим, что истина относительная это не полное знание об объекте, то есть оно, возможно, будет еще уточняться в будущем. И есть абсолютная истина, то есть нечто неопровержимое, точное знание об объекте. И нужно иметь в виду, что само деление истин на абсолютные и относительные также имеет относительный характер. Вообще к любой истине надо подходить с учетом принципа конкретности, то есть принимать во внимание все границы применения. Спасибо.